Всем привет дорогие друзья! Заезжали в Магнит. Плюс еще сегодня мой заказ от компании Фиберлик по шикарным скидочкам на товары серии Дом. Итак, начнем обзор. Овсяные хлопья. Средний размер 500 граммов. Ясно солнышко компании. 74 рубля стоит. Дальше взяла льняное масло. Короче говоря, я снова плотненько села на правильное питание. Та что она сильно набрала, надо снижать вес. Так, здесь 250 миллилитров стоит 149 рублей. Ну так, не дешево, не дорого, нормально. 279 рублей чай Гринфилд Голден Цейлон. Это вот было много наименований такого чая, только этот был по такой доступной цене 270 рублей. Остальные 450 варианты стоили. 149 рублей нож. Это нож Тармантина. У нас такой был, только с синей ручкой. Саша говорит, нет, мне надо второй. Ну, отбери, я-то что-то... Кефир. Волжские просторы. 2,5% жирности. Вкусный он такой, прям классный кефир. Когда особенно не прокисший, он такой даже слегка сладковатый. 64 рубля. Творог вкуснотеева. Здесь 300 граммов. 99 рублей стоит. Вкуснотеева тоже хорошо делают. Чем мне нравится магнит? Тем, что только в магните. Вот жевательные косточки для собак. Вот у кого собаки имеются, прям вот обратите внимание. 199 рублей стоит. Во всех других магазинах, и в Ленте, и в Метро, и во всех других. 300-350 рублей стоит. То же самое. А это получается... Их такое же количество, такая же марка Триол. А цена почему-то в полтора раза дороже. Вот этот раз взяла две упаковочки. Собака их грызет. Надо вот немножечко подзапастись. Потому что цены всякие на сегодняшний день. Что-то крайне дорого. Что-то немножко подешевле. Что-то по прежним ценам. Поэтому еще можно где-то что-то урвать. И еще вот такие жевательные палочки. Мы их, конечно, подъели. Были желтые. Желтого цвета здесь еще. Синие палочки. Их тут 10 штук было. Сейчас вот три осталось. Жевательные палочки. Вообще 129 рублей стоят. Он сначала прям на них накинулся. Ел практически грызть через день. А сейчас как-то утихомирился уже не очень. 129 рублей. Тоже довольно-таки приемлемая цена. Это вот магнит. Ну и еще этот раз. Были приятные цены на макароны Макфа. Твердые сорта пшеницы. Белка 12. Стоят они 64 рубля. Хотя смотрю по телевизору сейчас реклама идет. Якобы в магнитах. Так, 54 рубля Макфа стоит. Вот надо будет как-нибудь еще разок. Не знаю. Вчера вот по крайней мере вот 64 рубля стоили. Две упаковки взяла. Так что макароны мне подзатарилось. Много поэтому не беру. Но макароны у нас как бы основной гарнир. Все, в магните больше ничего не купили. Сейчас продолжим обзор от компании Фаберлик. Итак, что же я взяла? Ну, во-первых, это ультракондиционер для белья 2 в 1. Орхидея. Хороший очень аромат оставляет на белье. И в итоге стоил он 131 рубль. А цена каталога была 164 рубля. А сейчас в новых каталогах цены 200 рублей и выше. Поэтому 131 рубль – это прям чудесно просто. Дальше концентрированный стиральный порошок универсальный. Горная свежесть. Вообще цены небеса. По самой низкой цене можно было взять за 479 рублей вместо 239 по старым ценам. Но в итоге скидка составила больше 150 рублей. И на сегодняшний день самая низкая цена – это было 330 рублей стоит. А цена каталога – 412. Ну, за 330 куда ни шло. Также таблетки для посудомоечных машин стали стоить, как чугунный мост. Порядка 600 рублей. А вот по этой акции 330 рублей. Тоже взяла. Хотя раньше брала за 279 рублей. Концентрированный гель для мытья посуды. Лимон, мята. Вы знаете, вообще шикарнейшая цена – 131 рубль. Цена каталога – 164 рубля. 131 рубль. По нынешним ценам – это просто прелесть. Потому что минимальная цена была 127. Это еще в те времена, я помню. Я две бутылочки взяла. Средство для мытья посуды. У меня хорошо идет. Я последний раз покупала за 175 рублей. Радовалась, что хоть 175 стоят, а не 230. А это вообще за 130. Дальше мыло для кухни. Очень люблю мыло для кухни. 90 рублей. Такой цены уже нет и в помине. 119 если нашел, прям супер-пупер. Вот за 90 рублей взяла. Дальше. Средство для очищения ванной комнаты. Это средство очень хорошее. Морская свежесть, эффект белизны, сияющий белизна и блеск без хлора и отбеливателя. Эффективное устранение любых загрязнений и запахов в ванной комнате. Стоит 119 рублей. Цена каталога 149. Тоже очень хорошая цена. Вообще все эти средства, которые я сейчас вам показываю, да, вот серии Хом, стали стоить 250 по 300 рублей даже. Да, и поэтому цена 119 и вот смотрится просто как манна небесная. Точно так же гель очищающий для туалета. Последние цены были достаточно высокие. Тоже порядка 230-300 рублей. Сейчас 119 рублей по этой акции. Это вот прям возврат в прошлое. Ну и еще взяла универсальный спрей пятновыводитель. Достаточно хорошее средство. Было раньше возможно его купить по 119 рублей, а иногда даже по 78, когда были вот такие вот интересные скидочки. Сегодня я его купила за 107 рублей. Ну, тоже хорошая цена. 107 рублей цена консультанта и 134 рубля цена каталога. Ну, можно было бы, конечно, какими-то из средств затариться по прижиму, побольше набрать, да. Но я смотрю, сейчас они все время, все время в течение даже одного каталожного периода делают такие неплохие скидки. Поэтому я не стала торопиться. Все-таки даже за это я полторы тысячи отдала. А хотя заказ вот на 1000 рублей вот прям буквально на днях делаю. И ролик-то вот недавно был. Поэтому я не стала торопиться. Буду внимательно следить за акциями. И не буду теперь делать заказ сразу, да, с момента наступления каталожного периода. Буду ждать. Так что на следующий каталожный период ожидаются неплохие скидки именно по купонам на какие-то косметические средства, средства по уходу за лицом, за волосами и какую-то косметику. Но надо быть достаточно внимательным, потому что там скидка от черной цены. Вот в каталоге там написано сначала черная цена якобы первая, там вообще заоблачные цены. Потом типа вот скидка какая-то и потом вот уже цена для консультанта. Это именно от черной смотреть. Поэтому это не всегда может быть выгодно. И здесь надо быть внимательным и хорошенечко считать. Дорогие друзья, на этом все. Пишите в комментариях те товарищи, кто продолжает пользоваться товарами от компании Фаберлик. Буду рада вас увидеть и услышать. Всем пока-пока. До новых встреч. Продолжение следует...